Девушки отдыхают Недавно гейм-директор Овервотча говорил, что слушать игроков не нужно, потому что правильно оценить игру могут только разработчики. Будем ждать новых заявлений. А пока к другим новостям. Сегодня в выпуске. NVIDIA готовит репрессии. Останется ли Tekken без защиты? И кого пугает Baldur's Gate? Представление начинается! Но сначала о широком кругозоре. Его обеспечит монитор Acer Nitro EI 49. Соотношение сторон у него 32 к 9, а диагональ экрана составляет 49 дюймов. Так что видно будет всё. И отовсюду. Матрица произведена по технологии TFTVA. Поэтому монитор обеспечивает угол обзора в 178 градусов как по горизонтали, так и по вертикали. Видно будет каждый уголок. А благодаря высокой контрастности врагу не удастся скрыться даже в тени. Частота обновления дисплея 120 кадров в секунду. Подойдёт даже для самых скоростных поединков. Ну а если хочется просто полюбоваться красотами, Acer Nitro EI 49 тоже не подведёт. Картинка сочная, яркая и, разумеется, с поддержкой HDR. Купить такого красавца можно по ссылке в описании. Балдурс Гейт Да уж. Например, старший дизайнер Diablo 4 Крис Балсер заявил, что студия L'Oriant — это аномалия. Все остальные компании работают совсем по-другому. Разработчики переходят с проекта на проект, а студии постоянно пробуют новые жанры. И только L'Oriant год за годом упорно делают ролевые игры. Такой же позиции придерживается и Джош Сойер из Obsidian. Дескать, при всём уважении к коллегам только они могут позволить себе потратить столько денег и времени на одну игру. А все остальные студии не могут. Так что если игроки возьмут Балдурс Гейт 3 за образец, жанр RPG вымрет. Потому что заданную планку больше никто не возьмёт. Но глава студии L'Oriant, Свен Винке, всех успокоил. Он заявил, что никаких стандартов в играх быть не может. Потому что это слишком творческая сфера. Вот и при создании Балдурс Гейт они просто делали то, что умеют и любят. А это доступно всем. И при любом бюджете. Take-Two официально подтвердило, что первый Red Dead Redemption переиздадут. Причём выйдет игра уже совсем скоро. 17 августа. Но не спешите радоваться. В списке платформ значатся только Nintendo Switch и PlayStation 4. Да-да, обладателям PS5 предстоит запускать игру в режиме обратной совместимости. А владельцев ПК его вовсе оставили ни с чем. Вторая плохая новость состоит в том, что это будет не ремейк. И даже не ремастер. Игру выпустят в первозданном виде. С угловатыми модельками и текстурами. Прямиком из 2010 года. При этом заплатить за первый RDR придётся почти столько же, как и за новую игру. То есть 50 долларов. Глава издательства Take-Two, Штраус Зельник, заявил, что это справедливая цена. Ведь игра-то хорошая. И на этих платформах выходит впервые. Кроме того, в нагрузку к самой Red Dead Redemption идёт дополнение Undead Nightmare. Поэтому геймеры должны платить и радоваться. Тем более, что у самой Take-Two дела идут не слишком хорошо. В свежем отчёте компания заявила, что выручка от ПК и консолей снижается уже второй год подряд. Поэтому издательство работает себе в убыток. Только за последний квартал Take-Two потеряла 206 миллионов долларов. Так что денег на хорошее переиздание у компании не нашлось. Выпускают что есть, чтобы дотянуть до выхода шестой GTA. Тем временем Bethesda выпустила ремастер второго Квейка. Причём улучшенной графикой список изменений не ограничивается. Например, в игру добавили уровни из Квейк 2 для Nintendo 64, которых в других версиях не было. А ещё специально для ремастера сделали аддон Call of the Machine с совершенно новыми уровнями. Современные функции вроде кроссплея тоже добавили. И всё это всего за 10 долларов. Ну а те, у кого в библиотеке уже был второй Квейк, получили апгрейд бесплатно. То есть, да-да. А, да-да. Понятно. Total War Warhammer добавят русский язык. Вообще-то он там уже был. Но с выходом дополнения про Дварфа в Хаоса издатель решил забить на локализацию. Однако теперь передумал. И в новом аддоне Shadows of Change русский было решено амнистировать. Причём изменения в корпоративной политике произошли так резко, что сделать полный перевод разработчики не успевают. В результате в Shadows of Change сразу можно будет играть с локализацией. А вот Дварфа Хаоса заговорят по-русски лишь в одном из будущих обновлений. Продажи новой Final Fantasy не радуют Square Enix. Хотя совсем недавно компания уверяла, что у финалки всё хорошо. Ведь за первую неделю игра разошлась тиражом в 3 миллиона экземпляров. Правда, прошлая часть одолела отметку в 5 миллионов. Причём уже в первый день. Но она не была эксклюзивом PS5. Так что если сделать поправку на количество консолей, продажи получаются хорошими. Во всяком случае, такого мнения Square Enix придерживалась раньше. Но теперь вышел квартальный отчёт. И оказалось, что прибыль компании упала на 79%. Вину за это и возложили на 16-ю финалку. Мол, поправки на количество консолей это, конечно, хорошо, но реальные продажи всё-таки лучше. В общем, Square Enix разочарована и подумывает о резкой смене курса. И сюда. А если сюда? Нет, то не надо туда. Чёрт, хватит уже этих не надо, не сюда. Всё, шаг и мат. Глава студии Obsidian Фергюс Уркхарт поделился историей про новую RPG Evout. По его словам, изначально это была многопользовательская кооперативная игра. Дело в том, что разработка началась в то время, когда студия Obsidian была независимой. Поэтому для игры нужно было найти издателя. А издатели считали, что мультиплеерные игры приносят гораздо больше денег. И никого не интересовало, что Obsidian привыкла делать однопользовательские игры. Поэтому по Devout пришлось перестраивать все производственные цепочки. Однако вскоре студию купила Microsoft и дала ей творческую свободу. Так что Obsidian смогла отказаться от мультиплеера и всё переделать обратно. Ты воскукожил? Нет. Слушай, раскукожь обратно моего друга, раскукожь! Ну хорошо, смотри. NVIDIA объявила бой читерам. В частности, тем, кто пользуется aimbot'ами. Для этого компания создала нейросеть, которая будет постоянно наблюдать, как играют люди. А если точнее, она должна пристально следить за тем, как двигается курсор мыши и, соответственно, прицел. Все накопленные данные система будет анализировать и в итоге поймёт, как играют честные игроки. Так что, если кто-то вдруг начнёт двигать мышью слишком быстро и точно, нейросеть немедленно признает его читером и забанит. Вот тогда в играх его царица спокойствие и равноправие. Восьмом Теккен не будет антипиратской защиты Денува. Об этом заявил не кто-нибудь, а лично Кацухиро Харада, продюсер и геймдиректор серии. При этом, в лицензионном соглашении игры про Денува сказано чёрным по белому, но Харада уверяет, что это ошибка. Соглашение просто скопировали с прошлой игры и ещё не успели поменять. Так что фанаты Теккена могут расслабиться и спокойно готовиться к грядущим сражениям. Главное, чтобы в подготовке не использовалась взломанная бета. Тех, кто в неё играет, разработчики обещают вычислить и без всякой жалости отстранить от турниров. И напоследок новости кино. Глава Тейк-Ту опроверг слухи о грядущей экранизации Red Dead Redemption. Мол, съёмки кино стоят дорого, а прибыль от него невысока. Да и вообще, компании вначале нужно закончить с фильмами по Borderlands и Биошоку. Так что ковбои подождут. А вот продюсеры сериала Twisted Metal настроены гораздо оптимистичнее. Конечно, не всем игрокам понравилось, что мрачный автобоевик превратили в комедию. Но рейтинги у сериала хорошие, смотрят его много, поэтому второй сезон практически гарантирован. Готовьтесь! Вы готовы, дети! Я не слышу! Ну вот и всё на сегодня. Напомню, что все платные подписчики на Boosty могут получить свежий выпуск Навигатора Игрового Мира. Приём заявок скоро закончится. Если хотите поучаствовать, ссылка в описании. Там же найдёте ссылки на нашу уютную группу ВКонтакте и верную телегу. Ну а я увижусь с вами на следующей неделе. До встречи! Пока! Субтитры подогнал «Симон»